Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас за тест новиночек от Avon. Давайте начнем с новинок из линейки In-U. Я взяла их по фокусу. И первая новинка у нас мицеллярная вода возрождения с гиалуроновой кислотой и ведаминами B3 для всех типов кожи. Я взяла два ватных квадратных тиска и сейчас будем с вами снимать макияж. Посмотрим, насколько хорошо она с этой функцией у нас с вами справляется. Вы знаете, у нее такая консистенция не как у мицеллярной воды из линейки Nutre Effect, такая вот немножко тягучая, то есть как будто там, правда, есть масляные витаминчики. Посмотрим. Так, давайте начнем с глазок. Да, действительно, вот как будто масляная. Я надеюсь, что и для комбинированной моей кожи она подойдет. Слушайте, пока глаза не щиплет. Вот специально стараюсь заехать. Сейчас еще даже побольше нальем. Пока глаза вообще не щиплет. И она прям, да, как будто какая-то масляная. Так интересно. Ну вот слегка-слегка дискомфорт. У Эйва Nutre Effect как бы больше дискомфорта, если бы я такое количество налила на ватный диск, было бы однозначно больше. Ну что, с макияжем водичка мицеллярная справилась на ура. Сейчас мы все остатки доснимем. И не щиплет, нет. Есть просто какой-то, вот знаете, не щиплет, нет. Как Nutre Effect не щиплет. Очень комфортно. И мне кажется, она действительно будет здорово увлажнять кожу. Сейчас мы все с вами снимем. И прямо вот, знаете, есть такие мицеллярные водички, которые хочется оставить на своем лице и не смывать их потом. Она, мне кажется, относится к таким, да. Очень комфортно. Мне вообще ничего не щиплет. Хорошая мицеллярная водичка, достойная. И в то же время она увлажняет. Но вот, девчонки, она увлажняет, поэтому хочется ее оставить. Если я сейчас ее смою, да, получается, то есть смою всю полезность этой воды. Ну, конечно же, мы будем ее смывать. И будем смывать ее гелем ИОН. ИНЮ, вот этим вот новым, он у меня польский, сзади этикеточка, гель-желе для умывания. Блин, классно. Не, классная кожа после мицеллярки, прям, девчонки, действительно классная. Очень хороший, достойный продукт. Прям, да. Так, погнали. Гель-желе, он у нас вот такой. Буду делать руками, чтобы ощутить вообще, что это. Смотрите, он, видите, какой тянутся полосочки. Почему он, наверное, называется гель-желе. И все-таки он обалденно пахнет. Очень круто пахнет. Прикольно. Давайте умоемся уже. Да, смоем все. Он тоже такой, знаете, увлажняющий, чувствуется это. Ничего не могу про него прочитать. Прям хоть каталог бери. Потому что польский. Видите, он начинает спениваться. И превращается как бы в такую пенку. Ну и все. Буду сейчас его смывать. Посмотрим, что получилось. По эффекту. Действительно кожа увлажненная, девчонки. Увлажненная. Никакой сухости, никакого раздражения. Слегка, знаете, такая проматированная. Выровнен тон и хорошо увлажненная. Прям вот хорошо. Действительно. Здорово. Мне вот эта линейка, девчонки, понравилась гораздо больше, чем та, которая была новинкой фокуса. Того каталога, да, с витамином С, где у нас гаммаж и тоник. Вот там я, конечно, посоветовала больше для сухой. Здесь для любого типа кожи это точно. Я думаю, что и сухую кожу тоже не будет пересушивать. Прямо увлажненная. Вот этот аромат, который остается на коже от этого геля, вообще обалденный. Просто кайф. Вот даже из одного из-за этого кайф будет им умываться. Кожа действительно увлажненная. Мне очень нравится, девчонки. Достойные прям средства. Очень рекомендую. И сейчас мы с вами еще будем тестировать масочку. Нотроэффект они мне пришли в подарок. Так, активное омоложение или интенсивное увлажнение. Давайте уже увлажняться будем дальше по полной. Вот эту маску. Я потом пойду в душ, протестирую вот эту новиночку скраб для тела. Расскажу вам, как оно. Но не покажу, к сожалению. Не обессудьте. Сейчас попробую вот эту почти просроченную пену для ванны. Не знаю, девчонки. Может, она так и должна. Вот кто Вейвен давно, кто пользовался уже этими пенами, когда они были свежие. Расскажите, пожалуйста. Был ли у вас... Вот тут у меня прозрачная. А дальше идет белая консистенция. Сейчас она взболталась, она вся такая. И она 18-го года, девчонки. Это я не знаю, конечно. Сейчас я попробую. Попробую вот этот скрабик вам расскажу. И потом мы с вами будем тестировать матирующий тоник. Матирующий крем из линейки Клерски. И матирующий крем из линейки ИНЮ. Прямо с вами на половинку лица нанесем этот, на половинку этот и сравним их, девочки. И, конечно, протестируем пробник. Мне, честно говоря, не хочется. Ну что ради вас не сделаешь. Вот этот вот биби-крем от Нутроэффект тоже протестируем. Посмотрим, как он себя ведет на коже. У меня классный гель, мне очень нравится. Девчонки, правда-правда, от всей души достойный продукт. Так, ну что, теперь масочка. Мне кажется, я еще ни разу тканевые маски от Эйвен не брала. Здесь очень много пропитки. Я мне немножечко отожму, а то у меня сейчас будет с лица течь. Вот. Запах такой освежающий. Нет, по-моему, я не брала, да, девчонки, ни разу маски тканевые от Эйвен. Как-то я вообще стараюсь от них уходить. Неоправданно на одно применение платить в среднем рублей сто. Даже 50 на одно применение дорого. Хорошую маску в тубе можно купить за 100-200 рублей. Так. Нос вернись на место. Немножко пониже. Так. Тут у меня что-то завернулось опять. Вообще, оно удобно. Хорошо, что здесь есть даже надрезики, да? Так. Немножко сдвинулось. На все лицо как раз прям хорошо. Замечательно по размеру. Вообще классная масочка. Куда сыворотка не достает, я ее еще так нанесу пальчиками. Так. Ну вот и все. Потом снимем. И расскажу вам по эффекту. Еще, девчонки, сегодня буду тестировать, сейчас помогу голову, вот эта маслица, которая у нас с гиалуроном. Я такой еще не брала. У меня были другие, вот именно такой с гиалурончиком не брала. Тогда тоже вам все расскажу. Кайф. Вообще, тканевые маски это блаженство. Но это дорого. Так, ну что, девчонки, по маске. Маска классная, очень понравилась. Действительно круто увлажняет, хорошая, достойная маска. Прям вот ей ставлю 5 из 5, чувствуется, что здесь есть гиалуронка. Потому что, знаете, от нее такой как эффект лифтинга, что ли, упругая кожа вот после. Поэтому маска пятерка. Дальше. Гель для, а, скраб для тела. Алоха. Вообще крутой. Девчонки, после него даже не захотелось наносить никакое масло, никакой лосьон на тело. Прям вот гладенькое, классное. И оказалось здесь не так много частичек, их поменьше. Поэтому, в принципе, я думаю, для чувствительной кожи тоже подойдет. Здесь их маловато. Вот мне маловато было частичек, но круто, много питания. Много питания, прям такого классного. У него такая текстура маслянистая, прям. Ухаживает за кожей обалденно. Тоже понравился, вообще супер. Сыворотка – это отдельная история. Вообще, я не нарадуюсь на свои волосы живые. На кончики, которые не топорщатся, девчонки, которые лежат, красиво не спадают. Просто я в восторге в диком, на самом деле. Это то, чего вот сейчас моим волосам, на самом деле, не хватало. Поэтому пока у меня вот это даже в фаворитах и нравится больше, чем голубая, которая вот у нас сейчас в каталоге последняя в ряду, да, крайняя правая. А гиалурон, по-моему, был крайне левый. Вот он мне даже понравился больше. Он как будто, знаете, девчонки, обволакивает волос. И он становится гладким, мягким, вообще просто кайф. Девчонки, кайф. Вы видели мои убитые волосы, да, и теперь вот видите их, какие они. Осталось только отрастить. Живые и даже вот кончики, вот в некоторых местах, да, конечно, там уже только ножницы. А так вообще супер. Мне очень понравилось, девчонки. Так, что с вами сейчас будем тестить? Будем тестить с вами сейчас вот эти два крема и бибишку. И тоник заодно протестим. Так, ну что, взбалтываю тоник и сейчас попробуем. У меня, правда, и так лицо мотированное. Но спиртяга, конечно, девчонки, спиртяга. Сейчас пройдемся, посмотрим, хотя бы сужает ли он поры. Подготовим нашу кожу к дальнейшему уходу, к кремам. Вот такие вот очищающие тоники я использую с ватным диском, которые увлажняющие, витаминные и так далее. Я сбрызгиваю лицо или на ладошки похлопываю. А тут, мне кажется, вот именно ватный диск как нельзя лучше. Блин, прям спиртяга, аж в глаза. Так. На поры. Ну, я не знаю, девчонки. В принципе, он кожу хорошо очищает, 100%. Потому что если тут есть спирт, да, как бы другого и мы не ждем. Сказать, что поры моментально ссозились, нет, конечно, нет. Но ничего плохого. Я на лето люблю такие средства, потому что летом моя кожа имеет свойство жирниться. Ладно, пойдемте по кремам. Давайте сначала нанесем вот этот Клиар Скин. Матирующий, увлажняющий крем для лица. Вот он. Он у нас с СФ-15. Такой вот беленький. Так, девчонки, буду наносить, наверное, вот сюда его. На эту часть. Как бы нос так еще половина, чтобы тоже хочется посмотреть, что он делает с порами. Да, у меня они в основном на носу. Половинку лба. Как следует. Так. Но он, хотя бы, девчонки, не такой, как нутроэффект, который матирующий. А по факту, боже знает что. Вот, лей богу. Так, половина носа. Нанесли. Все, теперь инью. На вторую половину лица. Он уже, мне кажется, поплотнее. Да, вот видите, он даже когда разносит, он прям такой белесый. Ну, потому что там 50 СПФ, девчонки, это все как бы понятно. Хотеть крем с СПФ и надеяться на то, что у него будет легкая текстура. Нет. Но она легкая. Нет, она легкая, конечно. Так, лоб. Лоб. Чуть-чуть по векам. Видите, он быстрее впитывается, чем Клиар Скин. Я вот не ожидала. Я думала, он будет как-то потяжелее. Он быстрее впитывается. На аромат у инью поприятнее. Это пока из первых впечатлений. Так. Смотрим. Девчонки, инью матирует лучше. Вот здесь, где Клиар Скин, у меня есть в Т-зоне блеск жирный. Вам так камера, конечно, сильно не передает, но видно. Я думаю, все равно видно. Он есть вот здесь блеск. Инью впитался быстрее. И проматировал быстрее. На носу никакой разницы ни с одной, ни с другой стороны. Ничего критичного. По ощущениям кожа увлажненная. И там, и там. Мне кажется, как-то инью выравнивает, что ли. Девчонки, вот посмотрите здесь под глазом, да, и здесь. Вот мне кажется, как-то инью выравнивает. Вот то, что я вижу в зеркало, он слегка выравнивает тон. Потому что здесь остались видны небольшие покраснения, а здесь как-то все выровнялось. Точно, девчонки, абсолютно точно. Рука моя будет тянуться к инью, однозначно. Пока кожа, девчонки, заматирована, и нет ощущения какого-то жуткого слоя крема на вашем лице, как после крема нутроэффект матирующего. Обе текстуры достаточно легкие, невесомые. Я уже не чувствую, что на моем лице есть крем. Не чувствую абсолютно. Но инью все-таки нет. Лучше, лучше, определенно лучше. Ничего, и клеоскин куда-нибудь подумаем, применим. Все будет в ходу. Поэтому я, конечно, ставлю 5 из 5 инью и 4 из 5 клеоскин. Он, в принципе, неплохо со своей задачей справился, неплохо. Но он не так сильно матирует и не выравнивает тон. Вот тут вот как у меня было красненькое, так и осталось. И здесь все прошло. Так, дальше, девчонки, у нас с вами бибишка, матирующая 5 в 1. Но нутроэффект, я, конечно, ожидаю уже сразу заведомо, что это будет полная Г. Но мы с вами сейчас все попробуем. Вот как раз где у меня покраснение. Попробуем нанести. Что он с нашими порами, девчонки, интересно будет делать? Слушайте, он растягивается. И по плотности он чуть-чуть послабее инью розового. И видите, желтизна уже появилась. Я наполовину лица сейчас нанесу, чтобы вы понимали разницу. Потому что если я нанесу на все лицо, вы не поймете. Давайте на нос. На нос нанесем, на подбородок на нос, а эту щеку оставим без крема. Он желтый, и он желтее еще инью, девчонки. Потому что инью на моей коже при распределении такой же желтизны не дает. Он у меня в самом светлом оттенке, light BB крем. Я хочу сказать, что он будет определенно подчеркивать шелушение. 100%. И это не BB, девчонки. Видите разницу, да? Я сейчас переверну камеру, чтобы вы прямо ее видели. Вот, девчонки, смотрите. Здесь он у меня и на носу, и на подбородке этот BB крем. Видите разницу? Вот, какое лицо желтое. Так что, девчонки, делайте выводы сами. Но хочу сказать, на нос он начал забиваться в поры, и на подбородке и возле носа небольшой блеск. То есть, я думаю, что через часа два абсолютно точно вы будете блестеть. А в инью, в этом плане, мне кажется, побольше пудры или талька, чего-то такого добавлено. Он, в принципе, увлажняющий. На загорелую кожу взять можно, если не боитесь, что будет забивать поры. Потому что он в них забивается, девчонки. Да, забивается. И желтит, опять же. Вот, смотрите, под загорелую кожу, не для белоснежек явно. Хотя, вроде, смотрите, время проходит, и не сильно видно разницу. Да, я в зеркало смотрю, что, в принципе, уже разницу видно не сильно. Перекрывать какие-то совершенства он не будет. Он обладает плотностью минимальной для тонального крема, но достаточно неплохой для BB. То есть, я бы не сказала, что это BB крем на самом деле. Это тональный крем, но который не перекрывает. Такие несовершенства. Вот. Ну, не знаю, я, девчонки, ему бы тройку поставила. Только за одну желтизну. Вот. И за то, что в поры забивается. Это, конечно, не сильно заметно. Если хорошо разнести, ну, этого не случится. Но если вам нужно перекрыть недостатки, этого средства однозначно вам будет мало. И лицо ваше будет желтым. Хотя, говорю, вот по прошествии времени, мне кажется, вот как-то он не так уже сильно желтит, да? И нью все равно лучше. Вывод один для меня лично. А уж для белоснежек, девчонки, вообще не берите, выкинете только зря. Или берите хотя бы в пробники и пробуйте, тестируйте. Ну, что, мои хорошие, вот и все новиночки мы с вами протестили. Надеюсь, мой обзор был вам интересен и полезен. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Берегите себя.